Привет, друзья, с вами проект Первый Видео Авторынок. Сегодня мы поговорим с вами о транспортном налоге. У нас в стране все очень часто меняется, и вот какие сейчас правила по уплате транспортного налога. С мая 2014 года вступили в силу новые поправки в закон об уплате налога. Как было раньше? Раньше вы машину покупали, ставили на учет, и данные из ГИБДД шли в налоговую, и, соответственно, потом вы платили налог за тот срок, за который машина стоит на учете. Сейчас, в принципе, все то же самое. Единственное, налоговая переложила часть своих обязанностей на плечи граждан. Теперь вам самостоятельно нужно уведомлять налоговую службу о том, что вы приобрели автомобиль. И нужно это делать до 31 декабря следующего за истекшим налогового периода. То есть, как это выглядит на практике? Купили машину, например, в августе 2014 года, да, и вам нужно подать декларацию до 31 декабря 2015 года. Пока что никаких штрафов за это нет, но с 1 января 2017 года планируется ввести штраф. Если вы это дело все не исполните, то штраф будет равен 20% от той суммы, которую вы должны были уплатить. Напомню, что налог рассчитывается только за тот период, за который машина стоит на учете. Если месяц не полный, то он приравнивается к полному. Налоговая ставка в каждом регионе, она своя, но всегда она зависит, не ставка, а рассчитывается все от лошадиных сил. То есть, чем больше лошадиных сил, тем больше и налог. Было предложение убрать налог и повысить акцизы на бензин, соответственно, бензин бы подорожал, да, и просто кто больше бы ездил, да, тот, по сути, бы и больше налогов платил. Но, к сожалению, этого не случилось, и налоги остались, и бензин подорожал. Вот, ну, еще сейчас надо самому налогу уведомлять о том, что вы купили машину. У меня, в принципе, все. Подписывайтесь на наш канал Первый Видео Авторынок, заходите на наш официальный сайт вам1.ру и ищите нас в Инстаграм и платите налоги. Продолжение следует...